Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Обсудим их новый видеоролик. Страшные события в Германии и Украине. Тревожность не проходит. Покупки. Значит, Анька стоит и рассказывает, какой комментарий им поступил. Настя напялила очки, прикинулась плачущей, что она прям там рыдает и переживает. А Анька рассказывает, что написали в комментарии, что вы новости-то смотрите по телевизору, что в Германии произошло, или вы только всё ноете. И Анька сказала, мы якобы не знали. У нас телевизора нет, новости мы не смотрим. Ну да, а почитать новости не судьба. Только в Ютубе бы сидели и читали комментарии, гавкали в комментариях, как собаки. И лишнее удаляли, и людей блокировали. А новости по Германии они не знают. Трендец просто. Приехали. Анька уже начала, что якобы мы не знали, но мы очень сочувствуем людям, которых это коснулось. Да. Анька сказала, что это очень страшно, мы сочувствуем этим людям. Ну да, точно, вы сочувствуете. Вы, как всегда, сочувствуете. Прям пересочувствовались. Угу. Что аж Настя очки напялила. Знаете, вот противно смотреть на эту показуху. Самую настоящую показуху. А потом всё это нужно списать ещё на тревожность. Да. Что такая тревожность, такая тревожность. Ну, трындец просто. Мне вот интересно, а вы поможете пострадавшим людям в Германии, которые потеряли своё жильё? Вы поможете? Конечно, нет. Нифига вы и не поможете. Вам бы только своё брюхо набить и мины эти кислые сделать и рассказывать, как вы переживаете и как вы сочувствуете. Ну и, конечно же, без возмущения невозможно. Ну а как же тут без этого? Люди, говорит, привыкли нападать. У нас телевизора нет, мы ничего не знаем. Ну да, на вас все нападают. А вы такие прям святоши нарисовались. Одна очки напялила, чтобы показуху устроить. Фу на вас. Ну и дальше Настя рассказывает, что случилось в Одессе. Девушка там с города приехала, стояла возле воды её водой. Водой, волной, что ли, или как. В общем, её затянуло и, в общем, до сих пор не могут найти. Настя изо всех сил пыталась сделать такую кислую мину. Но, правда, она глаза спрятала, потому что глаза у неё всегда всё выдают. Поэтому она спрятала глаза, да, голову больше опускала. Но когда рассказывала, знаете, вот сожаления я не услышала. Обычно, когда рассказывает Анька, а Настя больше молчит, то я ещё путаюсь иногда. Мне кажется, что в Настике, с сожалению, всё-таки имеется. Но здесь я поняла, что нет. Ну а дальше друг дружку перебивать начали. То физиогель заберём, то пойдём покупать химию бытовую. Одна другую, как всегда, перебивают. И Анька говорит, перебиваем друг друга, всё, якобы, я не хочу, ну что, уже снимать дальше. Но так всегда и есть. Какие из них блогеры? Если они даже говорить не могут по очереди. Трещат, как сороки, перебивая одна одну. Ну, дальше они забрали этот гель. И Анька говорит, ну что, попробуем. Говорит, я когда прыщи подавлю, у меня тоже там якобы обышло на лице. Ну и Настя сказала, это другое. Якобы у неё совсем другое. И вот она сидит близко к камере. И ужас, ребят, какое у неё лицо. Неужели девке не хочется нормально выглядеть? Она говорит, что якобы Акне это не стыдно. Но, знаете, это, если честно, смотреть на это всё, это ужасно и отвратительно. И неужели она не понимает этого? Она считает, что это красиво. Неужели молодой девке не хочется выглядеть красиво? Неужели так хочется всего вредного, сладкого, жирного, чтобы, вот знаете, рисковать своим лицом? Дальше распаковка, да, того, чего они накупили. Бритвы, говорит. Анька, это станки, а не бритвы. Дальше даже прокладки показали. Ну а чё, нормально, можно прокладки показывать. Ну, хорошо, что хоть в упаковке новые они использованы. Ну и дальше они там показывают порошок, шампунь, термозащита там какая-то. Дальше носочки. Потом, как Анька сказала, психогель, а не физиогель. Ну, то, что уже нам показывали. Ну, там уже, наверное, с психикой вообще трындец. Ну и дальше ещё и продукты. Что они там взяли? Багет, да, с какой-то там начинкой, селёдочку, лук, короче, ну, что-то там ещё, воду, помидорки, да, черри, потому что большие невозможно есть. Ну и, короче, по мелочи, да, по мелочи. И уже Анька говорит 4 часа почти, что они ничего не ели, да, ничего не ели. А ещё надо будет, наверное, ехать к Марине. Вот получается, ребят, они, наверное, скорее всего, не завтракают, в обед нажрутся, да, в три горла, наверное, толкают. Потом они валяются, и жиры как раз-таки завязываются ещё больше. Потом опять они ужинают, то есть опять накидаются едой, и опять на боковую. Вот так вот они и вширь растут. Если бы работали, если бы двигались, естественно, такого бы не было. Дальше Аньке захотелось, чтобы её пожалели, да. Она сказала, что, в общем, она переживает из-за того, что у неё эта проблема, да, со здоровьем. И, значит, думает, что, может быть, и правда съездить в Украину, решить этот вопрос по-быстрому и не ждать до октября месяца. Ну, или поехать в другую клинику записаться на приём. Ну, или к психологу, потому что, якобы, она раз пять за день об этом подумает. Анька, ну ты же у нас сама психологиня. Чё сама себе-то не поможешь? А вообще, мне кажется, что ей просто хочется об этом напоминать, да, чтобы не писали плохие комментарии, чтобы пожалели Аньку, да. Вот чтобы как-то на этом всём сконцентрировать внимание. Ну, и дальше Анька сказала, что будут собираться к Марине, может, в гараже там ещё что-то помогут, ну, или погуляют. Марина хочет погулять, якобы и мы хотим прогуляться, чё дома сидеть, ну, правда, чё дома сидеть. Пошастали, поели, вместо того, чтобы лежать, да, и жиры налёживать, и, правда, лучше подвигаться. Ну, и, говорит, Настя долго собирается, а чё ей собираться, она ж уже выходила, вы ж пришли домой, показали распаковку, сели пожрать, чё ей собираться-то? Ну, а дальше, слушайте, ржали, как кобылицы, это они так переживают за то, что произошло в Германии. Анька спросила у Настики или вкусная окрошка, и та говорит, да, надо найти тот день, чтобы, значит, Анька приготовила, так, как Аня сказала, что она всё может готовить, ну, просто всё. Ну, да, мы видим, кто готовит. И ржали, как кобылицы. Слушайте, я как посмотрю, как Анька смеётся, как этот нос в гармошку, голова круглая, второй подбородок, этот нос сморщит. Слушайте, ну, просто угар, я даже не могу её ни с кем сравнить, я не знаю, на кого она похожа в этот момент. Настяка, а что, ты уже успокоилась, да? Так быстро успокоилась, только в очках рыдала, якобы сочувствие так выражала, да, в очках. Типа, я плачу, глаза заплаканные. А тут уже всё, прошло совсем чуть-чуть времени, и уже ржёт, как кобылица. И одна, и вторая весело им. Ну, что, ребят, удивляться? Показушницы, самые настоящие показушницы. Это, знаете, такие люди, которые не умеют никому сочувствовать, они не умеют переживать, они только думают, как бы у них всё было хорошо и замечательно, да. И поэтому я уже абсолютно ничему не удивляюсь у девиц, у старостенок, да. И как-то вот, честное слово, уже по барабану всё это. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok